Здравствуйте друзья. В этом уроке мы поговорим про новое поколение ZigBee координаторов с прямым подключением к локальной сети по Ethernet. Использование устройств такого класса, сравнительно с классическим USB вариантом, несет массу преимуществ, в частности связанных с расширением и резервированием системы управления умным домом. Сегодня мы рассмотрим лишь один из кейсов его использования, по моему мнению наиболее востребованный, но точно не единственный, и я еще продолжу эту тему в своих следующих видео. Моя личная благодарность всей команде разработавшей и создавшей это замечательное, и я уверен очень востребованное устройство. Это очередной мощный импульс в развитии технологий умного дома. Модель Ethernet ZigBee шлюз ZigStar. Тип устройства сетевой координатор ZigBee модуль RF-STAR RF-BM2652P2. Управляющий контроллер WT32S01. Поддержка систем ZigBee 2MQTT ZHA. Устройство было разработано как продолжение концепции развития ZigBee координаторов, суть которой заключалась в отвязке от конкретного инстанса управления умным домом. Для этого базовый интерфейс передачи данных между ними координатором был изменен с USB, который подключается локально, на Ethernet, не имеющий такой привязки. Это позволяет использовать координатор на значительном удалении от сервера управления. Более того, в одной системе таких координаторов может быть много. Как это реализуется, я покажу чуть дальше. В моем случае, рассматриваемая версия устройства нуждается в внешнем источнике питания 5 вольт. Разъем для удобства сделан в одном из самых распространенных форматов USB Type-C. Сразу дам ответ на самый логичный вопрос. Планируется ли версия с POE, то есть питанием по тому же кабелю, которым подключается сеть. Да, однозначно такая версия будет. Причем, если от даты выхода этого видео прошло 2-3 недели, то эта версия уже должна быть так сказать воплоти. Смотрим актуальную информацию по ссылкам в описании. Ну а в моем случае, для запуска координатора нужно подключить его в локальную сеть при помощи Ethernet кабеля, и это по моему мнению несомненный плюс, так как гораздо стабильнее чем Wi-Fi, и подать питание от любой зарядки или многопортовой USB станции. По умолчанию устройство получает сетевой адрес по DHCP, то есть автоматически от роутера. Его можно найти зайдя в утилиту по его настройке, в раздел карты сети, в моем случае 192.168.0.210. Набираем его в строке браузера и попадаем на страницу координатора. Еще одно отличие от USB версии, собственный веб-интерфейс. Тут есть различные варианты настроек которые мы с вами рассмотрим. В этом разделе мы можем обновить прошивку. Для этого нужно просто нажать кнопку скачать и сохранить последнюю версию прошивки. Далее просто показываем путь к сохраненному файлу. И нажимаем кнопку обновить. Все элементарно. Ждем завершение обновления и перезагрузки устройства. В меню конфиг раздел Serial настраивается порт подключения. У меня он был установлен как четыре четверки, но в дальнейшем по умолчанию будет 6638. Сохраняем. Изменение настроек такого уровня требует перезагрузки координаторов. Перезагрузка не занимает много времени. В меню Ethernet можно отключить режим автоматического получения IP адреса и прописать его вручную из числа доступных в системе. Именно так я поступлю, это гарантирует что адрес будет неизменным всегда. После перезагрузки видим обновленный адрес. Режим static вместо DHCP. В меню Serial порт 6638. Перейдем к zigbee2mqtt. Я сразу усложню задачу. На моем инстансе уже установлен Z2M с подключенным локально по USB стиком CC2538 плюс CC2592. Прошивка от 10 октября 2020 года. Удалять мы его не будем, он пусть продолжает работать. Такой стик может находиться только в непосредственной близости к серверу. Ethernet устройство может находиться на отдалении десятков метров за многими преградами. Как поставить еще одну копию zigbee2mqtt. Переходим в магазин аддонов. Тут установлен официальный репозиторий zigbee2mqtt. Его можно увидеть в меню репозиториев. Копируем путь к нему. Вставляем в поле снизу. И добавляем ничего не значащий символ, например слэш в конце. Путь от этого не меняется, но система расценивает его как новый репозиторий. Теперь их два. Обновим страницу. Теперь можно установить вторую версию zigbee2mqtt. Готово. Перехожу в конфигурацию рабочего zigbee2mqtt. И копирую этот кусок конфига. Вставляю его в дублированной версии. Обязательно меняем панной 10, чтобы они не пересекались. Корневой топик в mqtt тоже указываем другой. Серийный порт указываем на сетевой, установленный ранее IP адрес и порт, который я прописал в разделе Serial. Также обязательно надо изменить путь к папке с данными. У каждого аддона он должен быть свой. И меняем TCP порт, тот что по умолчанию занят первым аддоном. Сохраняемся. Запускаем аддон. Выводим веб-интерфейс на левую панель. Первый запуск занимает некоторое время. На всякий случай уточню, если LAN стик у вас один, то менять пути по умолчанию необходимости нет. Только указать IP и порт устройства. Через пару минут проверяем. Работает и старый zigbee2mqtt и новый, где пока еще нет устройств. Подключим какое-то устройство, сам процесс совершенно стандартный. В качестве опытного образца, Zigbee Relay Avalink с сухим контактом. Ждем завершения прохождения интервью. Все ок, устройство подключилось, определилось и нормально работает. В первом аддоне все осталось. Переходим в интеграцию MQTT. Тут у нас три устройства, два из первого с датуем и одно из второго. Проверяю, все работает отлично. Еще раз, на одном сервере сейчас работает zigbee-сеть на базе локального, подключенного по USB координатора. И вторая сеть на базе удаленного, подключенного по сети Ethernet Zigbee координатора. Добавил немного устройств к нему. Как это выглядит в MQTT? Вот топик первого zigbee2mqtt. Это путь по умолчанию. В этот момент к нему подключено два устройства, топики которых хранятся тут. Это топик второго zigbee2mqtt, с измененным путем, тут я в конце добавил LAN. В этот момент к нему подключено тоже два устройства, всего в двух сетях четыре устройства. А это топик по умолчанию для Home Assistant и тут данные всех четырех устройств. Оба zigbee2mqtt создают тут топики, подключенных к себе устройств. И они не могут пересекаться, так как у них всех разные физические адреса. Таким образом с точки зрения Home Assistant вообще нет разницы к какому стику подключен тот или иной гаджет. Их спокойно можно объединять в группы и использовать совместно в одних автоматизациях. Дам ответ еще на один очевидный вопрос. Сколько дублей zigbee2mqtt можно поставить? Да на сколько фантазии хватит? Вот тут я методом добавления ничего не значащих символов, либо наоборот убирая символ не имеющий ключевого значения для пути к репозиторию. Делаю 8 клонов только с одного официального репозитория. А если задаться целью и создать из него свой клон, то с каждого клона можно сделать как минимум по 8 дубликатов. Вопрос только сколько их вам реально нужно. В уроке рассмотрен zigbee2mqт координатор нового поколения с сетевым интерфейсом, что делает его независимым от физического сервера управления умным домом. В качестве примера приведен кейс, когда такой координатор работает в паре с обычным USB стиком. Ровно так же он будет работать и сам, либо в группе с несколькими подобными устройствами, что позволит многократно расширять как количество устройств, так и покрытие сети. Надеюсь что видео урок был вам полезен и интересен, буду благодарен за ваши лайки, а если вы еще не подписаны на мой канал, не поздно сделать это прямо сейчас и не пропускать мои новые видео. Кроме YouTube я веду еще Telegram канал, в котором публикую всю самую актуальную и свежую информацию по тематике умного дома. Ссылку на него, а так же интерактивный каталог устройств умного дома вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok